Всем привет, с вами Прия. Те, кто периодически заглядывает на свою почту и подписан на какую-либо рассылку, посвященную World of Warcraft, да и другим каким-либо играм Blizzard, то прекрасно увидели, что пришел анонс именно даты выхода World of Warcraft Classic и различного контента, посвященного его выходу, а именно выхода физических материалов в продажу. Итак, поговорим, собственно, о том, что там будет, когда состоится выход классиков, какую интересную дату, хотя это уже, в принципе, видно, ну а также вообще рассмотрим все это абсолютно написанное на целых пяти страницах. Итак, отметьте 15-летие World of Warcraft Classic, выход которого состоится 27 августа. 27 августа, да, это лето, все классно, как нам и обещали, классик выходит летом, но это конец лета, и те люди, которые хотели в июльские какие-нибудь деньки или в деньки начала августа посидеть и позалипать в классике большое количество времени, не смогут особо это сделать. С сентября у кого-то начнется учеба, кто-то уже, скорее всего, уйдет на работу в это время, либо кто-то специально возьмет отпуск под конец августа, чтобы позалипать на классике. Да, быть может, это хорошее времяпрепровождение для тех, кто реально долго ждал классик, но это мало, на самом деле, все равно. Но окей, хотя бы нам дали точную дату насчет его выхода, и это действительно неплохо. Все владельцы учетных записей с действующей подпиской World of Warcraft смогут бесплатно играть тщательно в осознанной оригинальной версии игры, именно такой, как она была до выхода дополнений. Ну, то есть, что мы с этой строчки можем извлечь? То, что подписка будет шариться абсолютно на два аккаунта, то есть как на Battle for Azeroth, текущий актуальный контент, так и на старейший классик, который нам откроют 27 августа. Ну да, скорее всего, придется скачать отдельный клиент в Battle.net, то есть там выбрать смену учетных записей, возможно, смену клиентов, да и все. Игроки с действующей подпиской могут подать заявки на участие в закрытом бета-тестировании, которое должно начаться 15 мая. Да, окей, заявку надо будет подать, само собой, но участие, скорее всего, будет первым дано тем, кто сотрудничает с Blizzard, каким-либо контент-мейкером и кому-либо прочему. Верим, надеемся, ждем, что я получу закрытый бета-тест. Ну, тут у нас куча текста, расписанного по конкретно выходу игры, по версии игры, по, получается, дате этого обновления, когда оно вышло. Также абсолютно про то, что говорят разработчики, как они это видят вообще и чем они вдохновлялись при создании и реинкарнации данного контента. Также весьма интересный контент будет, посвященный празднованию 15-летия игры, а именно рейд в системе поиска для 25 игроков, в котором можно будет сразиться с самыми известными боссами, когда-либо появлявшимися в игре. Игрокам, преодолевшим сложнейшие испытания, останется обсидиановый разрушитель миров, средство передвижения, созданный по образу, подобию древнего аспекта дракона, смертокрыла, разрушителя. Полетать на самом смертокрыле — это действительно классно и очень интересно увидеть модель этого маунта в игре. Но, получается, мы увидим это только осенью? То есть это еще не скоро, можно сказать, почти полгода надо ждать. Это аналог будет рейду на Рагнароса в Огненных Недрах, только там он был на 40 человек и также был в системе поиска рейда. Ну, на 40 человек, насколько я правильно помню, при десятилетии. А тут у нас 15-летие, 25 игроков, новый рейд и дают маунта. Ну, там, кстати, тоже давали маунта. А еще и пет-дропл с маленьким шансом. Быть может, тут будет тоже что-то по уникальному луту введено, кроме измененного маунта по подобию смертокрыла. Ну и вершина всего этого анонса, то, что мне понравилось больше всего из всего этого письма, присланного на почту, это коллекционное издание классика, что ли? Коллекционное издание, посвященное 15-летию выхода игры, которое совмещено с выходом версии клиента версии классик. Как-то я заумно сказал слишком, чуть не запутался. Так вот, это реально классная вещь. Вы только взгляните, что в ней будет находиться. 8 октября, стартанет продажа, как я правильно понимаю. И что будет в нем? Целый набор коллекционных сувениров, внутриигровых бонусов, 30 дней игрового времени, а также 30-сантиметровая фигурка повелителя огня Рагнароса. Чтобы вы понимали, 30 сантиметров — это длина вот этой желтой линейки. Также, значок в форме головы Аниксии, прародительниц черных драконов, а еще коврик для мыши с картой Азерота. Ну, это чтобы карту не открывать, ты посмотрел на коврик и увидел, где находится Калимдор, где находится Восточное Королевство. Ну, хотя те, кто долго играет, думаю, и так знают прекрасно, где находится кой континент. Репродукции иллюстраций, запечатливших прошлое Азерота. Ну, а также в виде внутриигровых подарков будет два средства передвижения — алебастровый штормокрыл, а также алебастровый громокрыл, наполнен игрокам о их первых полетах в World of Warcraft. Коллекционное издание будет в продаже, и купить его можно будет в розницу за 6000 рублей. Предзаказ можно будет сделать в розничных магазинах по всему миру. Ну, я думаю, если живете далековато, например, как я в Сибири, в Кемерово, то это будет реализовать, ну, чуточку сложнее. Думаю, для тех, кто живет в регионах поближе, к примеру, в Москве, в Санкт-Петербурге, в каких-то других крупных городах, это сделать будет, ну, очень легко, потому что заявок будет очень много. Вот такой вот классный анонс. Я сам его только недавно на почте увидел. Если вы подписаны на рассылку по Blizzard играм, то, конечно же, думаю, и вы тоже увидели это письмецо и заглянули в этот прекраснейший текст с реально классными анонсами. Единственное, что печалит, это дата выхода Classic, 27 августа. Это правда поздно, как я уже и высказался в начале. Хотя бы, ну, дней на 10 раньше, и можно было бы неплохо стартануть, так как Classic — это суровая проверка абсолютно всех умений, которые только у тебя есть. И играть в то время было почетно и весьма сложно. Также нужно было играть весьма много с целью того, чтобы прокачаться. А как ты будешь прокачиваться, если половина дня ты на учебе-работе, а половина дня в итоге тебе придется вливать в Classic? Ну, это такое себе времяпрепровождение. Стоит, наверное, отказаться от учебы и работы и все время выделять в Classic. Я думаю, это неплохое решение. Всех вам благ, чести, здоровья. Я жду ваших комментариев насчет даты выхода, подарочков различных и всего прочего. Очень интересны ваши мысли. Берегите ноги. До скорого.